здравствуйте сегодня хочу приготовить нуля-кебаб из габарежьего фарша и для этого возьму 800 грамм фарша паприку половинку луковицу такого размера соль кориандр красную паприку перец красный перец и будем пробовать что получится что получится это потому что я всегда делал из смешанного фарша говядина со свининой пополам сегодня первый раз буду делать чисто из говядины ну вот я порезал паприку вот такими мелкими кусочками вот смотрите как мелко порезал кубиками и луковицу точно также такие же точно такие же кусочки теперь там выкидываем вернее не выкидываем добавляем к мясу сегодня у меня нет оператора приходится самому снимать еще до этого показать половинка у меня от паприки осталось казалось бы можно больше но по опыту я уже больше не делаю потому что пока выбиваешь отбиваешь фарш половина разлетается когда делаю примерно вот столько как сейчас взял более-менее почти все остается только минимально отлетает поэтому не всегда хорошо когда много так посолим по вкусу все остальное у нас будет по вкусу потому что мы это не тесто это нельзя сказать 20 грамм того 20 этого это перец черный теперь кориандр немного красного перца для вкуса красной паприки так все вроде бы а но это это не для кебаба это для меня хочу показать что я еще добавил укроп и петрушки немного и разделил на два шарика и сейчас буду отбивать каждый по отдельности мелкорезанную петрушку и укроп я тоже размешиваю разделью на два куска еще раз разделю разделил опять на два шарика и теперь будем долго отбивать со всей силы минут минут 10 этот процесс нужно исполнять вот смотрите разница отбитый такой же как как сказать с поволокой такой и не отбитый я надеюсь на камере видно разницу теперь я разжигаю огонь у меня вот такой вот пистолет не люблю когда запах керосина если разжигать всякой химии и все угли разжег теперь буду одевать мясо на шампуры пока у нас угли разгораются мы будем теперь одевать люля на палочке обязательно нам нужна холодная вода у меня появился оператор по одному совсем не удобно было берем большой кусок насаживаем и начинаем его распределять обязательно заранее хорошо отбить иначе он у вас держаться не будет здесь начало хорошо прижать чтобы она не отвалилась потом и в конце точно так же каждая у каждого своя методика как это делать это надо как это даже не объяснишь это надо несколько раз чтобы упала чтобы понять правильно вы сделали или нет него так вот делаю чтобы мясо как бы тоненьким слоем здесь в конце и вначале было распределена можем чтобы мясо не касалось поверхности не прилипло не не оторвалась от палочки потом обязательно холодной водой чаще смачивайте и следующее мясо мы одели теперь распределяем угли подошли у нас очень очень жиденько так иначе будет через чур много температура угли у нас готовы теперь разваживаем наш кебаб надо часто крутить я так думаю я не знаю в этом лице секрет или нет что как его оденешь и потом крутить надо чаще чуть-чуть побелело повернул чуть-чуть побелело повернул и постоянно крутить тогда он не отваливается не разваливается ну по моему опыту было так всегда чуть-чуть прихватило повернули и так постоянно требует внимание он и тогда у вас все получится начинает таять капать и гореть когда жарю люля кебаб всегда идет такой дым особенно я первый раз с говядиной вот сейчас жарю обычно смешанный дым всегда идет мощный свиньи на видать еще жирнее больше жиру капает горит дымит соседи иногда думают что пожар выскакивает ну говядина чуть поменьше дыма но все равно смотрите как она какой красивый получается и ничего не отваливается но я как говорил уже это дело опыта можно объяснять что-то показывать пока ты сам не поймешь что с какой силой давить с какой толщиной нам нанизывать сколько паприки или лука добавлять больше или меньше это все приходит с опытом ну дождались наш пуля готов смотрите какая красота вкуснотища будем пробовать так как он сходит сочный какой кооператор пожалуйста поближе смотри вот сюда на разрез соскочила сок с него течет теперь будем пробовать вкусно вкусно не такое ощущение что вкуснее чем смешанный так что экспериментируйте конечно смешанный свой вкус тоже говядина свой вкус экспериментируйте пробуйте можно добавить курдюка ну дыметь конечно будет еще больше но изменится вкус у нас с курдюком не очень так свободно приходится обходиться тем что есть но вкусно буду дальше продолжать раньше шашлык для меня был на первом месте сейчас можно как альтернатива и кебаб я уже можно сказать пришел к этому до этого я кроме шашлыка не признавал молотое мясо до следующих встреч пробуйте экспериментируйте подписывайтесь ставьте лайки пока